Власти Сургутского района решают, чьи долги отдать коллекторским агентствам. Задолженность жителей муниципалитета за жилищно-коммунальные услуги остается высокой на протяжении нескольких лет. Сейчас она превышает половину миллиарда рублей. И сейчас поставлена задача нашим предприятиям дифференцировать задолженность, то есть разбить ее по блокам. Это первая задолженность, ну как скажем, вот этих асоциальных элементов, которые достаточно длительные. Далее задолженность, к примеру, до года. И естественно, начинать отдавать коллекторским компаниям самые-самые такие вот сложные, да, незыскиваемые. Когда мы отработаем этот момент, пойдем дальше. Должникам отключают воду, электроэнергию, ограничивают выезд за границу страны, привлекают к временным общественным работам, вручают предупреждения. Но все эти способы борьбы не приносят должного эффекта, сетуют представители властей. Заставить неплательщиков расплатиться по суду часто нет возможности по различным причинам. Например, по судебным искам более чем на 28 миллионов рублей с помощью приставов в этом году удалось взыскать всего около 2 миллионов. А коллекторская компания только по долгам перед УТВИВом номер один из 11 миллионов сумела взыскать 70% суммы. Поэтому власти намерены активнее привлекать коллекторские агентства к сбору долгов с населения. И в первую очередь со злостных неплательщиков. Среди таковых, кстати, есть имеющие задолженность и по 800 тысяч.